Господи благословен! Обращаюсь за молитвенной и материальной поддержкой к людям, любящим Бога. Потому что кроме нас помочь больше некому. Наши благовестники застрели в Швеции. Как и предполагалось, газель начала сыпаться. И уже на непредвиденные расходы потрачена большая часть денег, предназначенных для путешествия. От жары расплавился навигатор. Решили замерить температуру салона. И оказалось, что термометр просто не выдерживает этой температуры и лопнул. То есть температура в салоне достигает выше 50 градусов. На техническое обслуживание ежедневно тратятся большие средства. То сломается генератор, то сядет аккумулятор, то замена масла и фильтра, замена масла в коробке передач. Николай говорит, что плохо стали включаться первая и вторая передачи. И теперь полетел бензонасос. Бензонасос, естественно, в Европе не приобрести, и нужно делать заказ в сервисе России. Это означает, что посолку придется ждать не менее недели. На душе до того печали я стал прикидывать так. Вот если я говорю, умру, а этот делает гробы, Павел Суворов-то, я говорю, сколько стоит? Да вам я бесплатно дам. Я говорю, надо было взять мне его, вперед-то поставить поперек. И туда меня положили бы, и незаметно все равно домой бы доехали-то. Как-то бы. А без машины ничего. Я понял, что важно не мы в путешествии, а самую важность занимает именно машина. При машине все парализованы. Но ничего, даже разговоров никаких нет, только молиться и плакать. Вытекает одна проблема из другой. То есть, ожидая бензонасоса, придется находиться на оплачиваемой стоянке. Европа, это не Россия. Благодетелей мало. Большие поборы на дорогах, скоростных трассах и таможнях. Просто узаконенный рэкет. Живем по ценам вроде европейским, но зарплаты и соотношения цены у нас совершенно не европейские. Поэтому деньги, которые были собраны на три месяца поездки, уже заканчиваются. Но все это оправдывается удивительными, незапланированными встречами. Когда Господь просто останавливает машину, разворачивает ее совершенно в противоположную сторону. Информацию об этих встречах мы будем ежедневно выкладывать на канале Игнатия Лапкина в Ютьюбе. Давайте не оставаться равнодушными и поможем нашим благовестникам в их нелегком, но богоугодном деле с вопросами о помощи и поддержке обращайтесь, пожалуйста, по этому адресу электронной почты мира вам и спасения души. Игнатия Лапкина